Свет вместо тьмы. Именно этого каждую зиму хотят жители Виганеллы. Почти три месяца в году они остаются без солнечного света. Светило обходит итальянскую деревню стороной, оставляя ее в тени. Многие дома стоят холодными и пустыми. Большинство жителей Виганеллы, деревни находятся в северном регионе Пьемонт, давно перебрались в более солнечные места. Но помощь все-таки пришла. Принести солнце в деревню – главная цель Пьер Франко медали. Он вице-мэр Виганеллы. По профессии Пьер Франко машинист. Над грандиозным проектом он трудится с несколькими помощниками. Зеркало установлено на скалах высоко над нашей деревней. Оно должно наконец подарить солнечный свет жителям Виганеллы. До зеркальной установки идти около часа. Оборудование наверх доставляется с помощью канатного подъемника. Склоны долины Анторо настолько крутые, что к скалам не ведет ни одна дорога, лишь узкие тропы. Высота 1100 метров над уровнем долины. До вершины осталось уже немного. На спине у Пьер Франко распределительная коробка. Она необходима, чтобы зеркальная установка наконец заработала. А вот и само зеркало. Его размеры 8 на 5 метров. Пьер Франко начал работать над этим проектом еще 10 лет назад. В итоге итальянец осуществил мечту всей своей жизни принести свет в забытую солнцем деревню Виганелла. Для Пьер Франко это стало настоящим вызовом. Этот материал отражает 95 процентов солнечного света. Это почти максимальная яркость. Однако из-за частиц пыли и влаги в воздухе сила света на отражающей ленте снижается. Да, и не забывайте, что луч света должен еще преодолеть километр до деревни. Распределитель уже установлен, но мужчинам еще нужно проверить, все ли правильно работает. Два года назад произошло возгорание, и все это время схемы и гидравлический поршень оставались поврежденными. Все это время зеркало стояло неподвижным, а деревня оставалась в тени. Сейчас же установка снова движется. Свет вернулся в Виганеллу. Зеркало создает тени, освещает крыши и фасады домов, которые практически не видели солнечного света. Например, северный портал местной церкви. К удивлению местных жителей он снова ярко освещен. Джоанина и его жена Рамина долго ждали этого дня. Некоторые жители деревни до сих пор не могут поверить в возвращение солнечного света. После двух темных зим Виганелле опять солнечно. Конечно, оно светит не так сильно, как настоящее солнце. Это всего лишь зеркало. Но мы, тем не менее, счастливы, что оно снова работает. Этот свет согревает мое сердце. Вещи, которые я считал невозможными, все-таки происходят. Мы так рады, что на нашей площади зимой снова светит солнце. Но Пьер Франко медали надо еще кое-что настроить. На его компьютере сохранены параметры движения солнца по небосклону, которые пересылаются на зеркальную установку. Зеркало медленно движется в противоположном направлении по отношению к траектории солнца. Таким образом, в течение дня солнечный свет падает на площадь перед церковью. Но для Пьер Франко этого недостаточно. Теперь он хочет, чтобы солнечный свет достигал всех уголков деревни. Для того, чтобы генерировать новые идеи, надо быть немного сумасшедшим. В хорошем смысле слова, конечно. Это помогает, когда нужно вырваться из того маленького мира, который нас окружает. Пьер Франко уверен в своем начинании. Зеркало будет обеспечивать Веганеллу светом всю следующую зиму. А новые проекты итальянского инженера и в дальнейшем будут вызывать удивление.